Всем огромнейший привет! Сегодня очень интересное видео, посвященное теме расклада практикума на одной карте. Если вы попали на мой канал впервые, добро пожаловать! Здесь вы найдете самые-самые интересные, необычные таро и оракульные практики, обзоры новых колод, прогнозы и просто тарологические и эзотерические болталки. Также немного разговариваем и много о рунах, о новых книгах по эзотерике и магии. И вообще очень-очень много всего интересного вы здесь найдете. Поэтому подписывайтесь, пишите, какие темы вам интересны. И вот сегодняшняя таро, такая беседа, болталка, практика, у нас будет это ответ на вопрос, почему один человек ненавидит другого, какие причины, что именно с этим человеком и так, чем он вызвал ненависть. Могу сказать, что эти люди являются друг к другу достаточно близкими людьми, но один человек люто ненавидит другого человека. Так, если у вас есть какие-то свои предположения, вы можете сейчас поставить на паузу и написать под видео. Мне очень интересно послушать ваше мнение, почему, что такого в этом человеке, что его ненавидит другой человек. Вот. Значит так. Что вижу я? Человека, которого ненавидят, у него есть очень хорошая энергетическая настройка на стихию земли, как мы видим. Один момент. Человек очень практичный, достаточно расчетливый, в некотором смысле простой, прямой, приземленный. А еще этот человек может быть и черствоватым, да, потому что вот здесь нарисован хлебушек, но хлеб не всегда мягкий такой, да, в котором можно просто провалиться. Иногда хлеб может быть и достаточно черствым, и достаточно сухим. Что здесь еще говорит именно в пользу такого трактования? Ну, смотрите, здесь мы видим, во-первых, что из твердого? Мы видим кристаллы, камни. Мы видим здесь у нас еще, смотрите, глыба, гора, кусок горы, то есть такой человек твердый, глыба, который не особо готов лебезить, который не особо готов в каких-то реверансах и подлизываниях, и в каких-то льстивых интригах участвует, да, то есть человек очень прямой, очень практичный, очень расчетливый и очень-очень трудолюбивый, да, потому что стихия Земли, она нам говорит еще и о трудолюбии. Покажу еще раз вам сам оракул, потому что, может быть, кто-то его видит впервые. Вот такой вот оракул, называется «Теней от Араба Сарксян». Оракул теней. Заклинание Луны и Солнца. Ритуалы Солнца. Значит, что еще интересного? Имеет этот человек к магии? Имеет. Мы видим пентаграмму. Мы понимаем, что пентаграмма здесь прямая. То есть у человека есть определенные ценности, и он, этот человек, он живет по своим правилам, по своим постулатам, и менять их он не будет, да. Человек-кремень, человек-глыба. Готов он уколоть словом прямо линейно? Готов. Готов он быть щедрым, дарить подарки, хотя у него это есть. У такого человека нужно заслужить, чтобы он захотел чем-то расщедриться. Крепкий человек, мощный. По ветке дуба, безусловно, очень крепкий, мощный. Злопамятный ли человек? Вот эта вот карта земля, смотрите, вот данный мешок, он показывает, что человек очень многое запоминает, да, и копит как бы в своем мешочке воспоминаний как хорошие качества, так и плохие, как хорошие поступки и слова, так и плохие. Ну и муравей, соответственно, тоже показывает трудолюбие. И умение приходить все равно к заветной цели. И умение возрождаться и исцеляться. И в целом этот человек может быть таким не особо заметным, да. Гномы они недостаточно большие. Не иметь большого роста и веса в обществе, да. То есть кто-то такой маленький, незаметный на первый взгляд. Хотя вот если вот посмотреть на все сказки, маленький мук, да, гномы, белоснежка и семь гномов, они всегда вот люди, которые, ну или персонажи сказок, которые вот такие небольшие, они обычно очень-очень удачливые и в жизни, и в делах, и в поступках. И вообще я очень часто говорю своим девочкам, вот если вы убираете парня, я немножко отвлекусь, никогда не судите по росту человека. Потому что очень часто такое, когда мне говорят, ой, он маленького роста, как я буду с ним смотреться, что это будет, так будет какой-то гном. Хотя на самом деле вот мужчины невысокого роста, они очень и очень такие цепкие, очень такие пробивающиеся просто вот, добивающиеся до самых высот. И, конечно же, я думаю, может быть в какой-то мере это идет и компенсация, да, вот потому что им нужно отстаивать себя, им нужно быть более яркими, им нужно быть более заметными. Может быть и это. В общем, что здесь важно? Не любит один человек другого, ненавидит. За счет того, что другой человек очень уж правильный, негибкий, черствоватый, прямолинейный, расчетливый, не терпящий никаких недосказанностей, недомовок. Ну и что еще? Еще ненавидит за счет того, что человек уехал, ушел для не особо простой период для второго человека, который пытает ненависть. Как я это вижу? У нас здесь есть шестерка пиковая, да, вот она у нас тоже. То есть вот тут вроде бы и одна карта, но на самом деле в ней есть множество таких моментов интересных, которые помогают цельно и глубоко копнуть любую тему. И когда меня спрашивают, а как вот работать с теморакулом теней, как, если тут столько всего нарисовано, вы можете просто вытаскивать одну карту и таким образом ее пропускать, используя либо все нарисованные символы, либо какие-то из них, которые вам больше по душе, которые больше резонируют и больше откликаются с вами. И я планирую записать несколько онлайн-гаданий на этой замечательной колоде. И если у вас есть какие-то дополнения, почему же один человек ненавидит другого, обязательно напишите. И также я предлагаю провести онлайн-гадания на эту тему, потому что, я думаю, тема эта сейчас очень востребована. И давайте еще посмотрим, будет ли шанс, вот я сейчас вытащу вторую карту, помириться у этих людей. Или же все-таки не стоит. Давайте посмотрим. Так, выпала карта «Магический круг». Курица с таким интересным... Смотрите, здесь замочная скважина есть. Я думаю, что по магическому кругу, по ножницам, скорее всего, не получится помириться. И, скорее всего, все-таки кудахтанья, вот эти вот постоянные петушиные бои, да, они еще долго будут сопровождать отношения этих людей. Вот такой вот небольшой расклад, буквально на две карты. Может быть, кому-то он покажется полезным и интересным. Может быть, для кого-то он чересчур винегретный за счет большого количества символов. Решать, конечно же, вам. Напишите, пожалуйста, кто работает с данным оракулом. Напишите, что вы здесь увидели. Помирятся, не помирятся. И почему ненавидят этого человека. Очень-очень интересно узнать. Вы были на канале Литка Гадалка. Я очень люблю своих зрителей, подписчиков, гостей. Всегда рада индивидуальным заявкам на предсказания. Мы с вами увидимся очень скоро. Изучайте карты, и они ответят вам взаимностью. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok